У вас, ваш бизнес у вас отжимает, но отжимает его таким образом, говорит, так, вы теперь работаете на нас. Все то, что вы зарабатываете от клиента, вы будете отдавать нам. А мы уже от того, что вы здесь зарабатываете, мы будем вам давать какую-то часть дотации, на которой вы будете жить. Любые и мусульмане, и немусульмане должны видеть в тебе надежного человека, что он тебе сейчас отдаст, вот твой сосед, швед, бельгийц, француз, отдаст тебе миллион долларов. Подойдет, постучится в дверь и скажет, я могу оставить у тебя миллион долларов, и его миллион будет сохранность. Почему? Потому что он знает, что ты муслим, и ты не нарушаешь договоров. Мы должны вот так этому подходить. Тумсо, видел где-то, что на Чечню Россия выделяет где-то 30 миллиардов рублей. Ясное дело, что большую часть забирают себе наместники, но разве Чечня сможет за счет своей нефти столько получать? Друзья, вот эти вот разговоры про то, что Россия что-то там выделяет, я вообще не понимаю, как можно подобные вещи на серьезных вещах обсуждать. Россия ничего не выделяет, Россия у нас забирает. Вы поймите, вот представьте, что вы небольшая такая семья со своим семейным бизнесом. Давайте вот такую простую аналогию я приведу. В Италии, в европейских странах бывает много таких, знаете, вот именно семей, которые из отца к сыну и так далее ко внуку передают какое-то ремесло. И уже там на протяжении сотни лет они кто-то делает мебель, кто-то там, вот недавно я смотрел по Евроньюз, какие-то золотые, очень-очень такие тонкие листочки делают. Это единственная семья в Италии сейчас осталась одна, они этим занимаются. Вот представьте, что вы вот такая какая-то семья, вот что-то, у вас какое-то свое ремесло. Ну, предположим, очень хорошо вы делаете там подошвы для обуви, давайте вот так условно скажем. Очень круто, к вам приходят, вот я покупаю обувь брендовую, но к вам прихожу, чтобы вы мне сделали какую-то мощную на нее подошву, потому что вот очень круто это делать. И вот представьте, вы, значит, занимаетесь этим бизнесом, этот бизнес приносит вам доход для того, чтобы вы жили, процветали, вы там как-то расширяетесь. Потом приходит какая-то большая там семья, она, значит, у вас, ваш бизнес у вас отжимает, но отжимает его таким образом, говорит, так, вы теперь работаете на нас. Все то, что вы зарабатываете от клиента, вы будете отдавать нам, а мы уже от того, что вы здесь зарабатываете, мы будем вам давать какую-то часть дотаций, на которой вы будете жить. И это не вопрос договора, нас просто ставят перед условием, иначе нас всех убьют. И вот мы с вами дальше работаем, мы очень крутая семья, мы очень круто делаем эти подошвы, но теперь все те деньги, которые мы зарабатываем, мы их даже не получаем. Эти деньги сразу вот здесь сидит вот человек, у входа у нас сидит человек, это той семьи, ему платят деньги, а мы работаем. Потом один раз в месяц вот эта семья выделяет нам, скажем, 3000 евро, 30 миллиардов, он написал, 3000 евро, допустим, нам на нашу семью, на то, чтобы мы жили. И вот представь, потом приходит человек и говорит, вот 3000 евро вам каждый день выделяет семья Капулетти, а вот если эта семья уйдет, если она вот перестанет вас контролировать и давать вам эти 3000 евро в месяц, сможете ли вы за счет своего бизнеса семейного прокормиться? Понимаете, вот насколько поменялось в наших головах, произошла подмена понятий, то есть мы с вами, которые прекрасно бы развивались, если бы все наши средства куда-то бы не забирали и потом оттуда какие-то подачки нам не давали, из которых большинство еще и разворовывается, обратно откатывается в Москву, если бы вот этого всего не было, мы бы с вами процветали. И дело не в нефти, поймите. Нефть это вообще зависеть от сырьевой экономики, это путь в никуда, это вот как Россия сейчас. Мы не должны даже к этому стремиться. Нефть это наш такой, знаете, бонус, это капитал для стартапа, то есть это наш плюс. Вот если поставить сегодня, скажем, Чечению и, скажем, Дагестан, то у Дагестана есть для стартапа вот их бонус, это выход Каспийскому морю. Это бонус, но нет нефти. У нас же бонус это нефть, но нет моря, понимаете, у каждой территории есть какие-то вот свои плюсы. Но это не основа. Основа для экономического роста, она вообще в других экономических приемах. Это надо говорить с экономистами, они вам расскажут, у них очень много возможностей. Когда ты с человеком-экономистом, с экономическим образованием, ты говоришь про Чечению, про возможность развития, он такие варианты предлагает. Туризм, офшорная зона, много всего, производство, привлечение иностранного капитала, очень много. Нефть, она стоит где-то там в конце. Нефть, она не столь даже интересна, понимаете. Поэтому даже я не понимаю таких вопросов, а вот сможем ли. Да, конечно, не то, что сможем. Это как раз то, что сделало бы нас экономически развитыми. Мы сегодня с вами экономически не развиты, только лишь потому, что на этих 30 миллиардах мы с вами сидим. Или на 300 миллиардах, как там Гадыров говорил, заоблачную сумму называл. Мы с вами сидим на какой-то подачке из Кремля, поэтому мы с вами и не развиты. Развиты в этом мире, посмотрите, какие страны являются развитыми. Те страны, которые построили хорошее производство, у них нет, у них может не быть никакой нефти. У Швеции нет нефти. Но Швеция одна из мировых лидеров экономики. Здесь столько всего производится всемирно известного. Даже Scania, Volvo, даже IKEA. Сколько всего там брендов одежды. Это все шведские компании. Поэтому возможностей для развития полно. Но и нефть это вообще не главный фактор в развитии. Что значит, чтобы Всевышний был доволен? Те, кто так подговаривали наших людей, сами потом сваливали в Дубай, пока люди у нас умирали. Не надо этого мне. Так просто не обманешь, а в тысячу раз лучше. Я не знаю, правда, про кого ты говоришь в Дубай. Я никого не знаю, кто уехал бы в Дубай. Что-то не могу припомнить. Если бы ты хотя бы Турцию назвал, то я бы про кого-то мог подумать. Но это удивительные, конечно, слова. Даже если кто-то действительно уехал бы в Дубай, так кого-то подговаривая, то теперь ты, чтобы назло ему, ты теперь будешь делать то, чем недоволен Всевышний Аллах. Но как это так? Но если этот конкретный человек так поступил, то это он редиска. Причем здесь религия Аллаха? Причем здесь Всевышний Аллах? Если ты мусульманин, то это твоя цель. Ты должен соответствовать этой религии. Ты должен стремиться к тому, чтобы Аллах был тобой доволен. Это основа. И в это входит очень, это вообще очень емкое понятие. Мусульманин является зеркалом этой религии. Представителем, таким полноценным амбассадором. Многие этого не догоняют. Здесь, в этих западных странах, мы, наверное, очень часто видим плохие примеры того, как мусульмане не понимают, что по ним судят о нашей религии. И мы поэтому, особенно, когда мы находимся на чужбине, мы должны соответствовать этой чистейшей религии. Мы должны показывать хороший пример. Прежде всего, мы должны показывать надежность. Эти западные общества, наши соседи, мы здесь селимся в этих западных странах. У нас бывают соседи, как правило, это не мусульмане. Большинство мы взаимодействуем с местными обществами. И твои соседи, твои коллеги, они должны видеть в тебе очень хороший пример ислама. Они должны поражаться тому, насколько твои нравы красивые. Понимаете, эта религия, она за несколько веков очень сильно распространилась. Не благодаря каким-то там завоеваниям, а благодаря именно красивому примеру. Сахабы, когда сахабы распространяли ислам, сподвижники пророка, Амир ему, Саня, Аллах, Аля будет доволен, Аллах, Саня, Саня, Сподвижникам. Когда было первое распространение на Магрибе, вдумайтесь в это, Магрибцы были, да, не то что не были мусульманами. Египет, Алжир, там, Ливия, Марокко, Судан, Тунис, все эти страны, они не то что не были мусульманами, да, они не были арабами, но они все стали не только мусульманами, но они еще стали и арабами. Они полностью взяли язык, обычаи, они теперь арабы. Почему они это сделали? Потому что сахабы, которые селились с ними, показывали им настолько красивый пример, что они покорялись этому, они хотели быть на них похожи, понимаете? Поэтому понятно, что мы никогда не достигнем этого уровня, понятно, что здесь, я сейчас не говорю ни о том, что там, посмотрев на тебя, будут принимать ислам, толпами, как это делали тогда. Но я говорю, что ты должен, ты должен понимать свою ответственность и должен быть в первую очередь надежным. Это то, что сейчас, мне кажется, самая такая основная наша проблема, потеря вот этой надежности. Любые и мусульмане, и немусульмане должны видеть в тебе надежного человека, что он тебе сейчас отдаст, вот твой сосед, швед, бельгийц, француз, отдаст тебе миллион долларов, подойдет, постучится в дверь и скажет, я могу оставить у тебя миллион долларов, на неделю уезжаю, боюсь, что дома грабит. И ты берешь этот миллион долларов, и он абсолютно должен быть спокоен, зная, что он вернется, и его миллион будет сохранность. Это такой примитивный пример. Почему? Потому что он знает, что ты муслим, и ты не нарушаешь договоров, и то, что тебе веряют в ответственность, ты это сохраняешь. Понимаете? Вот мы должны вот так этому подходить. Быть такими полноценными амбассадорами, это очень большая такая ответственность, на самом деле. К сожалению, многие, большинство, наверное, из тех, кто здесь живут, этого не понимают и не соблюдают. Я думаю, здесь вы со мной спорить не будете, что не то, что там для местных аборигенов, для местных обществ, даже между нами здесь мы понимаем, насколько там нет доверия к очень многим приехавшим сюда номинальным мусульманам. Субтитры создавал DimaTorzok